Всем привет! Вы на канале AudioFactor. Сегодня я вам расскажу о ресивере Denon AVRX-2800 и на сегодня это, наверное, самая популярная модель среди ресиверов Denon линейки 2023 года. Сегодня мы сделаем достаточно короткий обзор, в котором постараемся ответить на три очень важных вопроса. Чем же этот ресивер Denon 2800 отличается от модели предыдущего поколения Denon AVRX-2700? Чем этот ресивер отличается от моделей более простой Denon AVRX-1700? Ну и самое главное, чем этот ресивер отличается от моделей конкурентов Yamaha, Marans, Onkyo и Pioneer. В комплекте к ресиверу вы найдете вот такую коротенькую инструкцию, картонную подставку под измерительный микрофон, непосредственно сам измерительный микрофон, FM и Bluetooth антенну. Они накручиваются на винтовые разъемы с половой стороны ресивера, FM антенну. И вот такие вот наклейки на кабели для межблочных и акустических кабелей для того, чтобы видели предназначение каждого кабеля, который вы подключаете к ресиверу. Чем же новый ресивер Denon 2800 отличается от моделей предыдущего поколения Denon 2700. Таких основных отличий всего три. Первое отличие заключается в том, что новый ресивер имеет расширенную HDMI коммутацию с поддержкой 8К видео. Я напомню, что ресивер имеет шесть входов и два выхода. И вот новый ресивер имеет три входа HDMI, которые поддерживают 8К видео. А предыдущая модификация имела только один вход с поддержкой 8К. Второе отличие заключается в том, что новый ресивер имеет новое графическое меню с разрешением 1080p. И третье отличие заключается в том, что новый ресивер имеет возможность управления с помощью веб-интерфейса. То есть вы можете в персональном компьютере или в любом смарт-устройстве в веб-браузере набрать IP-адрес этого ресивера и управлять ресивером. То есть вы можете настраивать его. Для этого не нужен вам ни телевизор, ни экранное меню, что очень удобно для определенных инсталляций. Ну и если быть точным, то нужно сказать, что 27.00 предыдущая модель имела еще видеокоммутацию композитного и компонентного видеосигналов. Она располагалась вот здесь, но на сегодня, наверное, ни один телевизор не поддерживает подобный вид аналоговых сигналов, поэтому просто убрали за ненужностью эти интерфейсы. Ну давайте посмотрим на новое экранное меню ресивера Denon 28.00. Да, действительно, оно получило более высокое разрешение. Пункты меню остались те же. Визуализация немножко поменялась. И немножко поменялось содержимое этих пунктов, но в частности в пункте аудио теперь отсутствует дублирующая регулировка центрального канала. То есть теперь вы можете регулировать ее только в настройках непосредственно уровня центрального канала, где идут настройки акустических систем. А в пункте видео теперь отсутствует пункт регулировки контрастности, яркости и ICF в настройке. Но в принципе эти настройки они практически никогда не использовались в инструментарии ресивера. Обычно их использовали в настройках видеопроектора или телевизоров. Поэтому их убрали. А так все остальные пункты настройки HDMI, включая настройки HDCP, все осталось как и было. Достаточно сильно поменялась визуализация настройки акустических систем. То есть мы видим теперь другую немножко картинку домашнего кинотеатра. Колонки стали чуть-чуть поменьше, но более точно расположены и более отчетливо прорисованы. И здесь же также добавился пункт расширенной настройки. То есть бас-менеджмент теперь как бы поместили часть вот в этот пункт расширенной. То есть вы можете здесь включить выход на сабвуфер и видеть соответствующую визуализацию. То есть если быть точным, то здесь более правильно указано распределение низких частот для понимания, как происходит деление частот в процессе настройки. И я таких вот настроек не видел ни в одном ресивере. В принципе такой визуализации не видел ни в одном ресивере. То есть в принципе это достаточно правильное решение. И как вы уже знаете наверное в ресивере Denon существует еще такая упрощенная, ну стартовая система настроек. Это называется Tap Assistance. То есть это настройки, которые вы видите сразу как только включаете ресивер в первый раз. Это особенно важно для тех пользователей, которые приобретают ресивер впервые. И здесь наряду с обычными стартовыми настройками также вам предлагается очень красивая визуализация. Ну например вот мы берем подключение колонок и вы видите, что здесь вам предоставляется возможность визуально видеть какие клеммы использовать. Если у вас какие-то вопросы возникают, вы можете даже запросить здесь помощь и вам более подробно объяснят как подготовить кабель и так далее. То есть какие вот допустим клеммы бывают. То есть здесь очень качественно прорисованы вот эти все пункты и вообще как бы вот за вот эти вот, за вот это вот дополнительное меню Setup Assistance Denon был не раз награжден авторитетными экспертами. И это экранное меню, вот этот вот Setup Assistance очень эффективный. Вот мы выходим из этого Setup Assistance в основное меню. Вот собственно такое меню у нас удобное. Теперь несколько слов по поводу веб-управления, которое реализовано в этом новом ресивере Denon 2800. Как я уже сказал, веб-управление позволяет нам управлять ресивером с помощью персонального компьютера или любого другого смарт-устройства. Для того, чтобы это управление реализовать, нам потребуется IP-адрес. Мы можем узнать его, зайдя в меню, выбрав пункт «Сеть» и под пункт «Инфо». И мы можем видеть IP-адрес нашего устройства. И также есть другая возможность. То есть мы предполагаем, что нам веб-управление требуется тогда, когда мы не имеем доступа к телевизору. Или у нас вообще телевизор не предполагается, допустим, это озвучивание какого-то помещения. Мы, не имея возможности видеть экранное меню, мы располагаем только ресивером и дисплеем его. И здесь есть на ресивере кнопочка «Статус». Если мы будем жать несколько секунд, то появится сообщение о сетевых настройках. В частности, IP-адрес, MAC-адрес и прочие настройки, включая серийный номер. Но, в частности, нам нужен только IP-адрес. И мы вот этот адрес вбиваем в веб-страку любого нашего устройства. Персональный компьютер. В частности, я взял iPad. И вот у нас появляется вот такая вот заставка. То есть здесь мы видим все наше экранное меню, которое мы видели на экране. И дополнительные пункты «Расширенные». То есть мы можем все настройки производить с помощью персонального компьютера. В частности, настройка аудио, настройка видео, акустические системы. Интересно, какая здесь будет визуализация. Вот расстановка колонок. Здесь такой вот визуализации нет. Здесь просто цифры и пункты регулировки. Ну, достаточно наглядно. Но самое главное, здесь есть такой пункт под названием «Расширенные настройки», который нам позволяет сделать дополнительные установки. В частности, заблокировать, к примеру, регулировки, заблокировать какие-то настройки, заблокировать работу пульта управления и так далее. То есть для определенных инсталляторских целях эти функции необходимы. И вот данный раздел «Расширенные настройки» позволяет это сделать. Новый ресивер имеет также функцию проверки HDMI кабеля. То есть есть специальное меню, которое позволяет нам продиагностировать HDMI кабель, который мы используем или собираемся использовать, что лучше. В частности, если у нас кабель заложен в стене, или мы хотим его туда заложить, то мы можем проверить заранее вот этим пунктом кейбл-тест, какой у него битрейт, какой битрейт он поддерживает, и соответствует ли он нашему ресиверу. Мы подключаем кабель в специальные разъемы и включаем эту функцию. И смотрим, какой битрейт поддерживает наш кабель. Но вот в частности, в нашем случае мы получаем результат от кейбл-тест пасса, то есть наш кабель поддерживает 8К видео, 40 гигабит в секунду. Таким образом, мы можем делать вывод о его качестве. И это всегда мы рекомендуем делать, особенно когда вы собираетесь закладывать этот кабель в стену. И у нас есть даже отдельное видео, посвященное режиму тестирования ресиверов, в частности, тестирование HDMI кабелей, где мы рассказываем, какие кнопочки нажимать для того, чтобы в этот режим попадать, какие разъемы использовать для того, чтобы подключать для тестирования кабель. И вообще ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, для того, чтобы узнавать новости о компонентах для домашнего театра и о каких-то таких вот хитрых функциях и дополнительных возможностях. Теперь давайте рассмотрим, чем отличается ресивер Denon 2800 от младшей модели Denon 1700. Прежде всего, в ресивере 2800 два выхода HDMI. И давайте рассмотрим пример использования этих двух выходов. Вы можете подключить к одному выходу телевизора, к другому выходу, допустим, видеопроектора или второй телевизора. И когда у вас оба устройства имеют одинаковые параметры разрешения, это очень хорошо, но когда они отличаются, то существуют особенности. И вот, в частности, мы будем использовать второй телевизор, который поддерживает 1080p разрешение, а второй телевизор современный, он поддерживает 4K видео. И в этом случае, как себя ведет ресивер? То есть мы возьмем контент 4K и будем воспроизводить, и вы сейчас увидите здесь параметры разрешения на этом телевизоре. Как вы видите, здесь 2160p, то есть разрешение 4K, и HDR работает. Ну, давайте сейчас включим второй телевизор, который поддерживает это разрешение 1080p. Для этого мы активируем второй выход HDMI, либо включим функцию авто. Ну, включаем функцию авто, когда работают два HDMI выхода. Это настройка, которая установлена по умолчанию в этом ресивере. И обратите внимание, что происходит, у нас выход становится совместимый с минимальным разрешением. То есть, если мы посмотрим на параметры телевизора, мы видим 1080p, и, соответственно, здесь у нас тоже 1080p. Линейный, мы можем это здесь тоже показать. Вот видите, да? Вот, и в этом случае у нас идет загрубление. И более того, пропадает функция HDR. Здесь рекомендация такая. То есть, если используете несколько мониторов, то нужно обращать внимание на разрешение. То есть, система, она загрубляется до минимальных. Либо вы можете использовать попеременно вот эти вот два HDMI выхода. То есть, это, если вы не используете оба телевизора одновременно, вы можете HDMI выхода коммутировать раздельно, и, соответственно, у нас будет сохраняться уже нативное оригинальное разрешение. Ну, или, соответственно, просто при выключении телевизора то же самое происходит от переключения на максимально возможной настройке. Чем же еще отличается ресивер Denon 2800 от более младшей модели AVRX 1700, помимо того, что 2800 имеет два HDMI выхода. Ну, это, прежде всего, более мощный блок питания. Ресивер 2800 имеет мощность 95 Вт на канал, тогда как 1700 модель имеет мощность только 80 Вт на канал. И это обусловлено тем, что в ресивере 2800 применяется более мощный трансформатор на 18% более крупный, более тяжелый, чем 1700 модель. Там более качественные емкости применяются. Наша компания поставляет ресиверы 2800, у которых усиленный блок питания, который реально может работать с напольной нагрузкой. И в ресивере 2800 также предусмотрен режим Cure Direct. Это говорит о том, что в этой модели используются определенные более качественные детали в очень важных элементах звукового тракта. И здесь немножко другая конструкция сама по себе. Ресивер более высокий и он более тяжелый сам по себе. Также в этом ресивере применяется более качественная система автонастройки. И особенно это важно для среднего выскочастотного диапазона. Как мы уже говорили, в ресивере 2800 применяется интерфейс нового поколения с разрешением 1080 линий. И самое главное, что он графический. То есть, в отличие от 1700 модели, вы можете зайти в меню и видеть вот такие вот настройки. То есть, мы заходим в настройки акустических систем и мы можем видеть то, что нам намерил наш автокорректировка AODC. То есть, мы можем проверить результат и видеть вот эти вот эквазии рисунки фильтров. И вы можете понять, нужна ли вам дальнейшая настройка этого ресивера с помощью дополнительного платного приложения или нет. При данном случае, вот мы видим, что высокие частоты слишком сильно поднимают автонастройку. Мы можем скорректировать этот параметр дополнительной коррекцией с использованием приложения MultiEqueditor. И сразу, конечно, 1700 модель также позволяет использовать приложение MultiEqueditor, но в 2800 модели вы видите вот эти графики сразу и вы можете принять решение, нужно использовать это приложение или нет. Это очень удобно. И, как я уже сказал, 2800 модель имеет веб-управление, в 1700 модели нет такой функции. И тоже такое преимущество для инсталляции. Здесь есть дополнительный выход на вторую зону на RCA разъемах. Если 1700 модель имеет только выход на вторую зону акустических плен, точно так же, как ресивер 2800, то в 2800 есть еще выход RCA. Для того, чтобы вы подключили какой-то внешний усилитель и сделали дополнительные настройки, астронализованные через систему Neen. Ну, он немножко тяжелее, где-то на килограмм. Ну и по стоимости ресивер 2800, он где-то на 15-20 тысяч дороже, чем 1700 модель. То есть на сегодняшний день он где-то 90-100 тысяч стоит. Модель 1700 стоит где-то порядка 80 тысяч рублей. Но это в зависимости от того, нужна ли вам гарантия или нет. И в зависимости от того, какой все-таки блок питания вы используете, ну, какой блок питания комплектуется. То есть наша компания поставляет 2800 модель только с усиленными блоками питания. И мы их очень рекомендуем, если вы покупаете ресивер для того, чтобы покупать наполненную акустику. А вообще в качестве резюма могу сказать, что ресивер 2800 в принципе довольно стабильно работает в комплектах, где фронтальная акустика напольная. А вот модель 1700, она считается, скажем так, допустимой для напольных систем и требует определенных настроек для того, чтобы система работала стабильно. И мы рекомендуем 1700 модель, больше для использования комплектов домашнего кинотеатра с фронтальными колонками на базе полчин. Итак, давайте теперь посмотрим, чем же наш ресивер Denon AURX 2800 отличается от остальных конкурентов других производителей. И начнем наше сравнение с такой популярной модели, как ресивер Yamaha RX-V6. Это прямой конкурент нашему Denon. У них примерно похожие функции. В большинстве с вами они одинаковые. Такая же ценовая категория, где-то 90-100 тысяч рублей. И давайте я расскажу, какие преимущества есть у ресивера Denon. Это, конечно, два HDMI-выхода. То есть вы можете подавать видеосигнал на два телевизора или на телевизор и проектор. То, что у Yamaha принципиально невозможно, поскольку у них только один HDMI-выход. Это, конечно же, более продвинутая система настройки аудисей XT32. И вы можете также дополнительно корректировать результат работы этой системы автокалибровки с помощью дополнительного платного приложения аудисей мультяку-эдитор. В Yamaha используется система автонастройки E-PAL с функцией Reflection Sound Control, но, тем не менее, то, что она настроила, это вам дается в качестве уже финальной версии. Хотя определенные тоже плюсы есть в этой системе настройки, но более продвинута считается вот эта вот аудисей мультяку XT32. Также у Denon более логичная система бас-менеджмента. Там есть такой режим Main plus LFA. Это когда вы часть низких частот с фронтальных колонок направляете на сабвуфер. Это классическая форма бас-менеджмента, которая практически во всех ресиверах присутствует, но вот в Yamaha она выполнена несколько мудреным способом и дает менее предсказуемый результат. Также сама система меню у Denon более красивая, более наглядная, больше картинок и есть очень красивый, очень наглядный режим Setup Assistance, который позволяет для пользователя-новичка очень быстро настроить основные функции ресивера. У Yamaha такую функцию выполняет отдельное приложение. Оно тоже неплохо работает, но с отдельным приложением это просто получается более сложно. У Denon вот такой вот большой дисплей, и вы можете с места прослушивания видеть, какой режим у вас в данном случае работает. Что очень удобно, у Yamaha в новых моделях дисплей очень компактный и практически не читаем с места прослушивания. Это важный очень момент. Меня, например, очень сильно напрягает в новых ресиверах вот эти вот маленькие дисплея у Yamaha. Ну, дизайн у Yamaha закругленный, здесь он более прямоугольный, как бы здесь это дело вкуса. Что еще? Значит, Denon делается во Вьетнаме, ресивер Yamaha делается в Малайзии, в городке Иппо. У Denon еще хочу сказать, что акустические клеммы расположены горизонтально, их удобно подключать, тогда как у Yamaha они расположены притикально, и минусовая клемма, она закрыта. Ее как бы сложнее подключать. Ну, это такие вот мелкие детали. Ну, теперь какие плюсы есть у ресивера Yamaha? Это, конечно же, знаменитый фирменный DSP-процессор. То есть вы можете любой стереосигнал разложить на многоканале, причем сделать это вы можете особенным способом. То есть звук имитируется, как звук в очень известных концертных залах. И то же самое, если говорить о кинотеатральном контенте, вы можете добавить немножко звукового эффекта, который существует в реальном кинозале. Ну, в нашу эпоху, когда контента очень много нативного, очень качественного, где звукорежиссеры прописали все вот эти отражения, все вот эти эффекты очень максимально качественным способом, необходимость использования DSP-процессора с каждым годом отпадает все больше и больше. Но мне, например, нравится иногда музыку слушать через DSP-процессор Yamaha. Есть у них определенные плюсы, которые можно использовать даже на качественном контенте. Есть определенные фанаты вот этих режимов, поэтому 17 режимов такого процессинга не являются очевидным плюсом. Также у ресиверов Yamaha есть выход pre-out. То есть вы с фронтальных каналов можете сигнал усилить внешним усилителем мощности. Если вам нужно увеличить звуковое давление, если вы хотите немножко улучшить качество, можете сделать такой апгрейд. Но опять-таки это требует дополнительного пространства в вашей тумбочке, это требует дополнительных финансовых затрат. И по моему опыту процентов 97-98 используют ресиверы в стандартной комплектации без каких-то внешних устройств. Поэтому это достаточно очевидный технический плюс, но используется он достаточно редко. У Yamaha есть еще один небольшой плюс. Ресиверы Yamaha управляются с помощью приложения Music Cast, тогда как ресиверы Denon управляются с помощью приложения Heroes. Так вот, приложение Music Cast является более стабильным с точки зрения использования в мультирунных системах. Если у вас в нескольких комнатах установлены ресиверы, саундбары и другое оборудование этой же фирмы, то вы можете с одного приложения управлять этими устройствами, запускать одинаковый контент, регулировать громкость и так далее. То есть у Yamaha она работает более стабильно. Функционально они очень похожи, которые, по сути дела, дают примерно тот же набор возможностей. Но вот где-то у Yamaha чуть-чуть побольше предустановок, и сделано это более логично, а самое главное, работа более стабильна. Но у Denon зато есть возможность немножко обойти вот эти вот запреты, которые сейчас свойственны для России. Вы можете определенные манипуляции сделать и получить возможность использовать какие-то странные сервисы. При этом Yamaha жестко их блокирует, и поэтому вы только имеете в своем распоряжении возможность прослушивания интернет-радио с помощью этих приложений. Теперь давайте сравним наш ресивер Denon 28.0 с такой моделью, как Onkyo TX на 61.0. Это также одноклассник нашего ресивера Denon. Он имеет тоже 7-канальную схему с поддержкой Dolby Atmos, и также он примерно стоит около 100 тысяч рублей на данный момент. Мощность на канал примерно 100 Вт. В принципе, очень похожая функция, свое приложение, Onkyo контроллер. Основной плюс ресиверов Onkyo является то, что у них интегрирован медиаплеер Chromecast. И вы, наверное, знаете, что существует такой протокол, как AirPlay, а он реализован во всех ресиверах, о которых мы сегодня говорим, и в Yamaha, и в Denon, и в Onkyo, и в Pioner, и во всех. И вот он позволяет вам с любого устройства Echo, в частности с iPhone, войти в любое приложение, которое вы хотите, там Яндекс.Музыка, там и так далее. То есть вы можете запустить какой-то музыкальный контент, выбрать функцию AirPlay, и транслировать этот сигнал на любое устройство. Это очень удобно. И вот последняя версия AirPlay 2 позволяет еще делать это в мультизонном режиме. То есть вы видите все устройства, которые у вас дома находятся, и в мультизонном режиме можете транслировать на любой из них, управляя, очень удобно управляя. Вот аналогичную функцию выполняет вот этот вот медиаплеер Chromecast. Это продукт компании Google, и он работает с устройствами на базе операционной системы Android. То есть если у вас как бы смартфон Android или планшет, вы можете, используя вот этот вот встроенный медиаплеер, направлять контент с любого приложения на вашем смартфоне. Почему это важно? Потому что все вот эти встроенные системы, все вот эти вот приложения, которые непосредственно сами производители делают, там Yamaha, Music, Kazm, Non-Herox и так далее, они имеют только определенный набор интегрированных музыкальных сервисов. К примеру, ни один из них не включает, например, Яндекс.Музыка или какой-нибудь наш музыкальный сервис и так далее. То есть тем более сейчас какие-то сервисы заблокированы, и не каждый из этих родных приложений дает возможность проигрывать желаемые музыкальные контакты. А такие универсальные протоколы, как AirPlay или вот этот вот Chromecast, позволяют сделать это вне зависимости. Это очень удобно. И вот десивер в Омке вот такой вот имеет встроенный медиаплеер Chromecast. Также они поддерживают протокол, тот же протокол, с которым работают устройства ферма Sonos, и такое приложение, как DTS Play-Fi. Ну, то есть, если, к примеру, у Denon вы можете покупать продукцию Denon Soundbar, например, такие умные колонки, как Denon Home, такие же ресиверы, другие комнаты, микросистема с поддержкой вот этого протокола Heos и объединять их на мультизонные системы, то, используя ресиверы Омке, вы должны покупать аналогичное устройство фермы Sonos, и тогда они уже у вас будут в одной так называемой эко-среде. Ну, у них своя система автонастройки под названием AQ-EQ. Это система, которая установлена в ресивер 6100. Более дорогие модели Омке у них ставится уже немножко более прогрессивная система автонастроек. Ну, в частности, одноклассник нашего Denon, это A6100, он использует автокалибровку AQ. Она, в принципе, чуть-чуть попроще, чем у Odyssey. Вот, но у ней есть определенный плюс. В ручном режиме вы можете, по-моему, на сабвуфер около пяти сделать регулировок эквалайзера, что, в принципе, неплохо, потому что, как правило, большинство ресиверов дают только две частоты регулировки. 63 Гц и 125 Гц – это недостаточно. У Омке лучше это реализовано. Глубина Омке тоже 38 см, как Yamaha достаточно глубокий. И у Омке еще более продвинутый протокол Bluetooth, то есть, Омке использует Bluetooth APTX, версия APTX, которая позволяет получить более качественную передачу файлов через этот протокол. То есть, у Yamaha, у Denon все-таки используется протокол попроще. У них Bluetooth считается не совсем приоритетным интерфейсом для воспроизведения. У Омке более простая система меню, ну, визуально. Ну, вот, в общем-то, все отличия. Ну, вот, если говорить еще об отличиях нашего ресивера Denon от такой модели, как Pioneer WSX 935, то здесь очень похожая ситуация, как с ресивером Омке, 61.00. Как вы знаете, что сейчас Denon входит в общий холдинг с компанией Marons, у них общая производственная база. Точно так же компания Омке и Pioneer имеют очень много одинаковых технических решений. И модель Омке 6100 является очень похожим устройством с ресивером Pioneer WSX 935. Но Омке более мощная модель, соответственно, и Denon более мощная. То есть Denon и Омке, они примерно 95-100 Ватт, а Pioneer более слабая модель по усилительному каскаду, то есть где-то там порядка 80-85 Ватт на канал. Она тоже семиканальная, она тоже имеет поддержку Dolby Atmos, естественно, но в этом ресивере реализована своя система автростройки. MCACC называется Multi-Channel Acoustic Calibration. И она, в отличие от Unqueo QEQ и Denon Odyssey, имеет свой собственный алгоритм. Он достаточно неплохо борется со стречными волнами и такими ранними отражениями. И так же у Pioneer немножко другая система меню. Но в остальном он очень сильно похож на ресивер Unqueo. Ещё можно сказать о том, что потребляемая мощность, в общем-то, достаточно такой показательный, достаточно такой наглядный показатель. К примеру, у Denon 2800 он составляет 500 Ватт, у ресивера Unqueo 635 Ватт, у модели Pioneer 460 Ватт. Ну, это очень похоже на потребляемую мощность ресивера Denon 1700. Ну и так же в ресивере Pioneer встроен медиаплеер Chromacast. Это гигантское его преимущество. И так же имеет Bluetooth с протоколом OPTX. Ну и в заключение я вам расскажу об отличии ресивера Denon 2800 от ресивера Marons Cinema 60. Как вы знаете, обе компании, и Denon, и Marons, входит в виденный холминг под названием Sound United. Очень много технических решений у них совпадает. И модели Denon 2800 и Marons Cinema 60 на самом деле являются самыми прямыми одноклассниками. Но когда вы смотрите на их дизайн, вы вряд ли делаете такой вывод, потому что дизайн отличается очень сильно. Если Denon имеет классический внешний вид, с большим дисплеем, с двумя регуляторами, то Marons это, конечно, такой авангардный хай-тек дизайн с одним небольшим дисплеем иллюминатором посередине. И в этом году у них дизайн еще обновился, стал еще более эффектным. Но в то же время за вот этим вот эффектным дизайном скрывается электроника, скрывается схемотехника, очень похожая на Denon 2800. И когда вы включаете Marons и нажимаете кнопочку Setup, вы видите то же самое меню, которое вы видите на ресиверах Denon. Абсолютно точно то же самое. И функции, которые присутствуют в ресивере Denon 2800, на 100% точно такие же, как в ресивере Marons. И все настройки такие же, вот все, что мы сегодня говорили о Denon, все касается ресивера Marons. И приложение, которое использует ресивера Marons, тоже называется Chaos. Но есть несколько важных деталей. И прежде всего все ресиверы Marons оснащаются специальным каскадом, специальной такой платой под названием H-DAM. Это специальный узел электронный, который устанавливается между регулятором громкости и выходным каскадом, конечно. Это корректирующая цепь, но в обычном ресивере она выполнена с помощью обычного операционного усилителя. Обычная микросхема. Тогда как в ресиверах Marons она сделана на дискретных элементах. И вот этот операционный усилитель обычного ресивера, он немножко зажимает сигнал, более шумящее, и немножко зажимает сигнал в динамике. Это незначительный эффект, но тем не менее. И вот в ресиверах Marons вот эта часть звукового тракта, она имеет более широкий динамический диапазон и меньше искажений шумов. И поскольку это достаточно важный участок звукового тракта, в принципе, это достаточно слышно, если вы используете хороший качественный музыкальный контент, если вы, скажем так, такой любитель хорошего качественного звука High Resolution, то вы это услышите. Он немножко имеет другие настройки, он как бы немножко форсирует сам сигнал. Вам даже, в принципе, создаётся впечатление, что он чуть-чуть более высокого уровня. И даже по паспорту он на 5 Вт более мощный, на 5 Вт помощнее ресивер. В принципе, как заявляет Marons и некоторые другие детали, там используются более высокого класса, но, в принципе, вот насколько я знаю, в сравнении с теми ресиверами, которые наша компания Audiofactor поставляет у них, блок питания абсолютно идентичен, поскольку там используются аудиофильные конденсаторы и там по 12 тысяч микрофарад. Ну и сам по себе модуль HDAM является очевидным преимуществом ресиверов Marons. Также в ресиверах Marons Cinema 60 реализована дополнительная коммутация. Здесь вы можете увидеть полноценный выход Preout 7.2, то есть вы можете подключать внешние усилители мощности, и для того, чтобы они синхронно включались с вашим ресивером, предусмотрен триггерный выход. Два дополнительных коаксиальных входа, и даже есть такой интерфейс RS-232 для подключения некоторых мультирум-систем. Ну, то есть такая коммутация, которая больше свойственна для более старшего ресивера Denon 38.2.0, хотя основная схемотехника все-таки от ресивера 28.2.0. Ну и потребляемая мощность в ресивере Marons 650 Ватт против 500 Ватт у Denon и вес почти 11 кг. Ну, подводя итоги сегодняшнего обзора, хочется сказать, что самая продвинутая модель ресивера, из тех, которые мы сегодня затронули в нашем обзоре, это, конечно, Marons Cinema 60, но она и самая дорогая, примерно на 20 тысяч дороже, чем все другие конкуренты. Ну, а самая оптимальная модель, это, наверное, Denon 28.0, которая удачно сочетает в себе и функциональные свойства, то есть здесь есть все, и автоматическая, современная автоматическая калибровка, даже два выхода HDMI и прочее, прочее, а также достаточно уникальные звуковые свойства. Если приложить руки к процессу настройки, подойти с умом, а также воспользоваться консультациями наших специалистов, то можно получить очень продвинутое звучание. Ну, вот, в общем-то, на сегодня все. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо! Спасибо!